Жители нашего города все чаще стали обращаться в административную комиссию города с просьбой усмирить шумных соседей, которые мешают отдыхать в ночное время суток добропорядочным гражданам. На сегодняшнем заседании было рассмотрено сразу шесть подобных случаев, о каждом подробнее в репортаже нашего корреспондента. Административная комиссия Полевского. Ее заседание проводится регулярно и ни одно не обходится без рассмотрения дела в отношении ночных гебоширов. Вот и сегодня на комиссию приглашены сразу несколько любителей шумных ночных разборок. Первый протокол составлен в отношении пожилой гражданки. В ночное время с 0 часов до 07 часов утра 14 ноября 2015 года шумело, кричало, тем самым нарушало тишину и покой граждан в жилых помещениях. То есть совершало административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 37 Стреловской области. Женщина искренне раскаивается, поясняя случившееся, рассказывает, что виной ее ночных приключений стал сожитель. Который не пускал ее домой. Впредь обещает вести себя более корректно, соблюдать все законы и нормы общества. Таких ситуаций не было у вас? Впервые шумы, да? Да, первый раз. А там лица выезжала? Да, лица. Все зафиксировала? Да. Протокольные документы все оформили. Но тем не менее, за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток 37 статья областного закона Свердловской области предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей. Учитывая все смягчающие обстоятельства, комиссия единогласно сходится в решении привлечь гражданку к ответственности и назначить ей штраф в размере минимально допустимой суммы, то есть 500 рублей. Аналогичное наказание ждет и гражданку Украины, проживающую в южной части Полевского. В ночное время с часу часов 12 ноября громко разговаривала, шумела, выясняла отношения со своим супругом на повышенных тонах. Тем самым допустила нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях, то есть совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статья 37. Объяснение. Проживаю по вышеуказанному адресу с мужем и дочерью. По факту шума в нашем доме могу пояснить, что в нашей семье периодически происходят ссоры, может быть мы на эмоциях и не замечаем, что шумим. Противоправных действий никто не совершает, мы признаем, что возможно мешали соседям своим шумом. В дальнейшем такого не повторится. А вот Полевчанку, торгующую швейными изделиями по улице Карла Маркса, в нарушение правил организации деятельности по розничной продаже товаров ждет более суровое наказание. Ее объяснение торговало в данном месте, зная, что нарушаю установленные правила, другой работы не имею. Данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности. В 2013 году добровольно штрафа оплачен не был. Постановление направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В ноябре 2015 года постановление было об отказе, об окончании исполнительного производства, так как истек срок давности два года. Согласно статье 10 административного закона Свердловской области, за данное правонарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Учитывая обстоятельства дела, то есть регулярность нарушений, сумма для взыскания составляет решением большинства 5 тысяч рублей. Еще один постоянный клиент административной комиссии проживает в южной части города. О его ночных посиделках знают не только соседи, но и сотрудники полиции. За последний месяц на любителя шумных компаний поступило три заявления в ОМВД и, как следствие, три протокола в комиссию. В ходе просмотра телевизионных программ со своими знакомыми громко разговаривала, тем самым нарушала тишину и покой граждан в жилых помещениях. Объяснение. Я проживаю по ваших указанному адресу. Мы сидели, смотрели фильм под названием «Зимний полюс» и при этом громко между собой обсуждали происходящее в этом фильме. После окончания мои друзья собрались и ушли домой. Примерно через 5-10 минут ко мне пришли сотрудники полиции. Итог. За каждый составленный протокол по итогам ночных дебошей – штраф в размере 1 тысяч рублей. В общей сложности – 3. Эта сумма должна поступить в местную казну в течение 60 дней с момента получения постановления главы в адрес полевчанина. Напомним. К действиям, нарушающим тишину, относятся использование на повышенной громкости телевизора, радио и других громкоговорящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, либо в громких выкриках, пении и игре на музыкальных инструментах. Но об этом знают не все жители нашего города. Вот, к примеру, молодой меломан явно не знал, что за это будет наказан рублем. 17 ноября 2015 года громко слушал музыку, тем самым допустил нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях. То есть совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено статьей 37. Объяснение. Проживаю по указанному адресу с женой и двумя несовершеннолетними детьми. С 16 на 17 ноября я находился дома, распивал спиртное со своими знакомыми. В ходе распития мы общались, слушали музыку. При этом никто из соседей ко мне не подходил и не делал замечания по факту того, что мы мешаем их в отдыху. Если бы замечание поступило, я бы сразу выключил музыку. Для тех, кто не слышал, не видел и не знает, напоминаем, что ночное время – это период с 23 до 7 часов по местному времени. Ксения Владенкова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день. Ксения Владенкова. Новости. Твой день. Продолжение следует...